всем привет расскажу еще немного о чудо флешке вот специальная программа которая работает на винде называется она image usb программа абсолютно крохотулечная установки не требует запускается сразу вот например у меня флешка на 8 гигабайт и на нее значит у меня записано пробник операционных систем linux mint складовочкой и починочный диск сергея стрельца и я теперь хочу создать слепок с этой флешки чтобы люди могли спокойно при помощи этой программы без всякой головной боли взять к себе и записать вариант номер один вот делаем слепок создать образ из флешки from usb drive где сохранить ну например на рабочем столе я напишу USB реаниматор ну и напишу что у меня флешка на 8 гигабайт программа эта сохраняет файлы только формате бин нажимаем на создать соглашаемся и вот пошел процесс значит что эта программа делает она создает по секторную по байтовую копию флешки поэтому флешка потом с этого бин образа при помощи этой же программы может быть записано на другие флешки размером 8 гигабайт вот таким вот образом теперь пока пишется эта программа посмотрим какие на нее флешка пока это пишется посмотрим какие на нее установлены и операционной системы но первое это диск от сергея стрельца размер его где-то там по моему полтора мегабайта он предназначен для самых различных ремонтных работ с виндой вот выбираем 64 битку хотят вот еще в меню видите есть еще ряд под программ нажимаем enter вот так вот он грузится ну здесь он спрашивает соглашаемся пару раз мигнет ну вроде бы как посмотрим ну вот сейчас все нормально ну вот значит в принципе основными программами которыми это лично я пользуюсь на этом диске сергея стрельца является первое кроне струимич то есть программа которая позволяет создавать образы с раздела жесткого диска ну например где у меня винда установлена вот при помощи этой программы я значит могу создать образ свои винды на другой раздел жесткого диска понятно да и вторая наиболее частая программа которую я пользуюсь это на кроме здесь директор это менеджер управления разделами жесткого диска но поскольку здесь все происходит на виртуальной коробочке вы тут этих дисков и не видите но я вам могу все это дело показать все равно в живую вот таким вот образом посмотрите вот так вот чтобы не быть голословным это тот же кроме здесь директора установлены у меня на десятке на винде вот как он видит разделы жесткого диска то есть он сканирует все разделы жесткого диска а потом вот здесь вот появится списочек разделов жесткого диска вот они появились вот флешка наша вот разделы жесткого диска вот у меня 100 гигабайт по десятку выделено и свободно 68 хотя я на десятку по устанавливал все самые необходимые мне программы то есть принципе около там 32 ну скажем так 40 гигабайт требуется под настроенную десятку ну плюс еще вот запас у меня тут linux mint ну и как видите все остальное то есть вот так вот работает программа кроме здесь директор на также значит на ней есть тот алкоматра через него можно заскочить тоже на любой раздел жесткого диска там заниматься копированием переносом там архивированием и так далее вот таким вот образом значит ну что могу сказать но сергей стрелец сделал очень хорошую и удобную программу для пользователей windows иногда если вот акронис делает какие-нибудь там длительные операции например изменение размеров диска или создание копии жесткого диска или восстановление с копии жесткого диска у вас всегда значит будет возможность слегка отвлечься так программа создания значит у нас флешки вот она сделана а значит например акронисом что-нибудь вы делаете вот сеть вот идете допустим да куда угодно в любой броузеру тут вот опера есть вот пожалуйста интернет к ней при прикручено работает нормально то есть то есть вполне функциональная функциональная нормальная рабочая фляжка и плюс когда что-то там делать какие-то длительные починочные работы на винде можно краешком глаза смотреть еще и какой-нибудь фильм или видеоролик ну выключается значит она вот здесь вот завершение работы просто нормально вот таким вот образом теперь в состав этой флешки входит также linux mint моей сборки вот так вот она запускается появляется типичное меню от программы system bug нажимаем enter а и вот программа загрузилась мы можем развернуть во весь экран тут предлагается значит завести свои пароли в skype здесь на дратбокс большинство программ здесь находятся уже мною установленными имеется два броузера google chrome и firefox значит имеется хороший офис работает офис отлично стоит одна из самых последних версий то есть нормальная функционирующая рабочая система вот еще мега просится еще одна кладовочка значит если вы где-то не зарегистрированы то вот значит у меня нет учетной записи идете и регистрируетесь значит сюда включена в сборочку балаболка причем балаболка значит она с голосами 2 русских голоса татьяна катерина и мужской дегала николай и плюс еще значит сборочку я там включил в папочке документы значит целую библиотечку для чтения при помощи балаболки довольно таки много книжек можете посмотреть и послушать вот таким вот образом имеется гаджет системный который показывает центральный процессор оперативную память дату и время вот таким вот образом значит ну тоже я вот сейчас сделаю снимочек сохраню его ну и закроем и третьей программой на флешке является абсолютно крохотулечная программа пробник операционных систем я уже в нескольких видео по флешкам показывал как она работает ну здесь ну покажу еще раз вот вы когда запускаете флешку стартуете с флешки у вас появляется вот такая менюшка идете с нее вот сюда в в правник операционных систем она пока что вам detect any ос вот прямо на ней нажмете enter ну поскольку это виртуальная коробочка тут она ничего не находит а так она вам найдет на вашем жестком диске все операционные системы которые есть и там уже сами на выбор сможете определиться что и как вам дальше значит делать и поступать какую из них загружать сейчас посмотрим свойства или контрольные суммы ну а теперь у меня есть специальная программка которая позволяет создавать чековую сумму и мы пойдем вот на рабочий стол на рабочем столе вот у нас находится файлик вот а я тем временем возьму а я тем временем возьму другую флешку сейчас я собираюсь ее отформатировать флешку это у меня несколько побольше но для эксперимента ради здесь уже все равно вот я ее отформатировал и теперь пойду и при помощи этой же программы которой мы создавали образ флешки теперь вот этот вот образ мы запишем на флешку вот этот образ и нажимаю я записать на флешку вот и пусть он себе на флешку все это дело пишет программа тем временем вот посчитала контрольную сумму в формате МДА5 и теперь мы сверимся значит вот у меня есть контрольная возьмем наш вот этот образ вот пусть он его и проверяет а вот это мы просто можем взять скопировать и вставить вот сюда и так как видно вот вот я нажимаю клавишу верифицировать словечко матчет то есть контрольные суммы совпали то есть образ который я сделал с флешки значит он совпадает вот с контрольной суммой значит ну я нажму здесь на выход а здесь дождемся установки этого образа на флешку и проверим его при помощи программки RMP будет грузиться или нет то есть у вас практически остается что зайти ко мне на кладовочку на мега на мегу и там скачать этот готовый образ побайтовый вместе с программкой и на винде вы сразу значит сможете без безо всякой головной боли этот бин образ при помощи вот этой программки вот таким вот образом записать на флешку размер флешки самый оптимальный 8 гигабайт можете взять флешку и больших размеров но программа устроена так что она запишет и будет использовать только 8 гигабайт от вашей флешки поэтому наберите не больше не меньше а уберите ровно флешку на 8 гигабайт это самый лучший вариант итак запись закончена нажмем кнопочку окей ну и проверим есть у нас программа которая флешки хорошо проверяет ну как видите программа со своей функцией справилась в винде вот она абсолютно точный слепок сделала с моей флешки с моего образа бин с моей флешки это работает дальше ну вот этот образ он будет грузиться долго поэтому просто посмотрим на начальные этапы ну вот самое главное что менюшка появляется значит уже тут все будет нормально ну и последнее проверяем вот в мою сборочку ну вот тут обычно я жду одну строчку там или две значит если появляется ну вот пара строчек появилось в принципе для меня это уже достаточно ясно что он будет работать вот таким вот образом значит Значит, файл большой, размеры файлика получились у нас где-то семь с половиной гигабайт. Ну, а вам потребуется флешка размерами на 8 гигабайт, это будет самый оптимальный вариант. Итак, файлик я расположу на меге и папочка будет называться там флешка реаниматора или чудо флешка и оттуда всегда сможете его скачать вместе с программкой для установки. И спокойненько уже записать готовый настройный образ. Это гораздо легче, чем самому делать эту флешку. А так просто взяли, грубо говоря, слепок и установили себе. Вот таким вот образом, так что желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.